Отвага и слабоумие 18 декабря 2019 года, 17-22 Максим Соколов Родился в 1959 году Известный российский публицист, писатель и телеведущий, автор книг поэтические воззрения россиян на историю, чуден рейн при тихой погоде, удовольствие быть сиротой Новый глава ЕСовской дипломатии Жозеп Борель сразу продемонстрировал, что новая метла чище метет В Мадриде, где проходила встреча министров иностранных дел Европы и Восточной Азии, Форума 7, Борель заявил прессе, что вопросы, связанные с соблюдением прав человека в Гонконге и Синьцзяно и Гурском автономном районе, не являются внутренним делом Китая Заявление было сделано после встречи с министром иностранных дел КНР Ван И, с которым Борель поделился обеспокоенностью ЕС ситуацией с правами человека в Китае Также по теме В МИД Китая назвали США закулисным спонсором протестов в Гонконге Заместитель главы МИД Китая Лэвичин заявил, что США оказывают поддержку протестующим в Гонконге и во многом являются закулисным В качестве дипломатического реверанса он, впрочем, отметил, что поддерживает исключительное отношение с китайским коллегой и отметил необходимость полного уважения к странам, в отношении которых есть такая обеспокоенность Сколь исключительное отношение Жозепа с фаном, судить трудно, да и вообще рассказ, что я с таким-то на коротке, напоминает дипломатии без галстуков, имевшую место в 1990-е г.г. Россия, например, она не слишком помогла Более существенно явное погрешение против принципа «хорошая дипломатия» не увеличивает числа врагов Между тем Демарш Бореля касательно внутренних китайских дел может рассматриваться в Пекине как акт явно недружеский Не говоря уже о том, что гонконгский Майдан хаотизировал жизнь в городе и сильно подорвал его экономику, а она была не маленькая, так что желание ЕС вписаться на стороне борцов за свободу произвело предсказуемую реакцию в китайском руководстве Есть еще более фундаментальные соображения, на которые европейским дипломатам стоило бы обратить внимание Китай пережил в 19. В. опиумные войны, развязанные европейцами, затем фактическую колонизацию прибрежной части страны, европейские сеттельменты в Шанхае и других городах, поставившую державу на грань потери суверенитета Результатом была резкая отдача Установившийся в 1940 г. 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 Евросоюз создаст аналогичный акту магнитского санкционный механизм Евросоюз начнет работу по подготовке глобального санкционного режима, аналогичного американскому акту магнитского, для реагирования на Причем когда США продвигают демократию по всему земному шару, сейчас, правда, меньше, и они утомились У них хотя бы есть для этого чувствительные средства Флоты, авианосцы, военный бюджет под триллион, печатный станок ФРС, etc. У ЕС такого избыточного потенциала, порождающего иллюзию «я всех демократизирую» не имеется Ссориться с Китаем – лучшая иллюстрация к поговорке «отвага и слабоумие» Отчасти тут могут быть личные качества Бореля, и прежде любившего на ровном месте чего-нибудь брякнуть Весной этого года он заявил «Наш старый враг, Россия, снова говорит, я здесь» и снова представляет угрозу Поскольку он говорил это в качестве главы МИД Испании, это было не только не дипломатично, но даже и не фактично О старинной вражде России и Испании мир впервые узнал от него Наверное, и в будущем он всех порадует высказываниями, сделанными в невежественной и противоречивой манере Но, впрочем, у него есть единомышленники в структурах ЕС 45 европарламентариев призвали правительство проголосовать за европейский акт Магнитского, имеющий глобальный масштаб «Мы призываем чтить имя Магнитского и бороться с безнаказанностью во всем мире», заявили они Вообще-то мнение 6% членов, всего в ЙОП 751 кресла, не самого влиятельного собрания Это еще не повод предпринимать самые решительные действия Но Борель рассудил иначе, тут же объявив, что ЕС приступит к подготовке глобального санкционного режима по аналогии с американским актом Магнитского для реагирования на серьезные нарушения в области прав человека И решил, чтобы не мелочиться, сразу начать с Китая В начале ноября президент Франции Макрон объявил, что НАТО переживает смерть мозга Похоже, тяжкая болезнь оказалась заразной Судя по речам высокого представителя ЕС по международным делам Бореля С жизнью мозга ЕС тоже наблюдаются проблемы Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции